Я немножко простужен, думал, что выздоровею в среде, но что-то не получилось, поэтому уж изумительно зашероховаться. Будем надеяться, что хватит сил на одну лекцию. Значит, у нас сегодня лекция «Теория и истории марксизма. Кого и чему учит история вообще? История марксизма в частности». Так она называется. История – это очень важная, интересная и актуальная тема. И у нас занятие сегодня итоговое, такое обобщающее, поэтому имеет такой свой специфик. Поэтому перед тем, как основную тему раскрывать, хочу сделать две проповеди. Проповедь – это что такое? Проповедание. Ну, здрасте. Проповедание о чём-то, что ты принимаешь, про то, что ты поведаешь. У нас попы эту форму отобрали, но мы по-другому теперь называем это пропагандисты. Это то же самое. Да, но всё-таки проповедь. Первое – по поводу марксизма в современном мире. Почему такая необходимость сейчас у меня возникла? Потому что вы все сталкиваетесь, а я, значит, сталкиваюсь с этим довольно часто, что в нашей стране он, марксизм, как бы находится под прессом официальной идеологии, официальной политики. И, скажем, в университетах редко кто преподает что-нибудь марксистское или там пропагандирует марксистов. Ну, это буквально единицы. Остальные или делают вид, что они не знают, или даже бывшие товарищи коммунисты и профессора критикуют марксизм, отмежовываются от него, пишут там всякие гадости. На самом деле, марксизм во всём мире живёт процветаем, уважаем, используем. И я, хотя не знаю всех экономистов таких важных, крупных в мире, но думаю, все серьёзные экономисты изучают Маркса и используют. Ну и вот к этому занятию Господь Бог послал мне и вам, соответственно, такой простой факт в доказательство этого обстоятельства. Сегодня утром мой ученик подарил мне вот эту книгу. Называется она «Цена разрушений». Автор Адам Туз. А вы чёркиваете, вы видели уже? Да? А где вы видели? – Мы не видели. – Да, о! Видите, уже она распространяется, эта книга. Американо-английская такая. Серьёзный фундаментальный труд. Такой, я бы сказал, один из выдающихся трудов. Вот начало XX века. Начал я читать с утра. И на странице 16-й читаю. Существует цитата из Маркса. И она подходит вам. Поэтому, я думаю, что полезно её и зачитать. В книге речь идёт о создании гибели нацистской экономики. Вы видите нацистскую экономику и её результаты. Конец. Скоро, видимо, ближайший кибель украинской экономики. Но и у нас дела не намного лучше. Введение и крушение, значит, рыночной экономики в России уже произошло. Мы уже живём в этой ябе. Значит, цитирую. Это он пишет такое, типа, вступление. «Но если верно то, что люди сами делают свою историю, в кавычках, то верно и то, что, как выразился Карл Маркс, то есть ссылается на него, как на авторитет». Цитата идёт Маркса. «Они, то есть люди, её делают не так, как им вздумается. При обстоятельствах, которые не они сами выбрали, а которые непосредственно имеются на лицо, даны им и перешли от прошлого». Маркс, 18-ая премьера Луи Бонапарта, том 8, страница 119. Каковы же эти обстоятельства? Тех, кто считает Маркса сторонником примитивного экономического детерминизма, может удивить, что он продолжил этот знаменитый афоризм, что люди сами делают свою историю, не рассуждениями о способе производства, а словами о том, что, идёт цитата из Маркса, «традиции всех мёртвых поколений тяготеют, как кошмар над умами живых». И как раз те моменты, когда исторические деятели, идёт опять цитата из Марса, ну, не цитата, а такая выдержка из Марса, «как будто только тем и заняты, что переделают себя и окружающее». Конец этих слов Марса. Запятая и опять текст Марса. «Они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лодунги, костюмы, чтобы в этом освещенном древностью наряде разыгрывать новую сцену всемирной истории». Кавычки закрываются. Это тоже цитата из Маркса. То есть, вот вам пример того, что Маркс является культурным наследием сегодняшним, спокойно используется и умные люди учатся. За рубежом в Америке и в Англии и у нас, конечно, умные люди не отходили от Марса. Сейчас кое-то говорит, вот к Марсу возвращаются. Ничего мы не возвращаемся, мы от него не отходили, от Марса. Мы всё время живём с Марсом, учимся у Марса, действуем по-марсовски. И всё это завершится примерно так, как мог предполагать Карл Маркс. И сейчас вот я работал тут в торговом университете лет пять назад. В коридоре, в двух коридорах появился плакат. Значит, Маркс на мотоцикле, в джинсах, в чёрной кожаной куртке с капиталом под мышкой, в красном свитере «I'm back!» Я вернусь. Я вернусь. А я студентам объясняю, это он вернётся тем, кто там от него отвернулся. Я говорю, а мы от Марса не отходили, он всегда с нами так же возвращаться. Чего возвращаться? Он уже есть. Так что вот так вот, дорогие товарищи, мы не чем-то тут занимаемся таким, а тем, что есть как культурное достояние человечества. И которое тупые негодяи, значит, наверху прессуют, а подлинные трусы в вузах, значит, делают вид, что они слушаются, послушают, и преподают уже не Маркса, а всякую там бурразную идеологию, экономику там и так далее. Ну, как говорится, это их мещанское дело. А наше дело – изучать истинное, изучать серьёзное, и действовать в соответствии с этим серьёзно. Теперь вторая проповедь, которую я хотел сделать перед лекцией. – это ословие. С чем мы занимаемся с вами? Мы с вами занимаемся словоговорением, да? Сейчас вот я говорю. 22-го вы будете говорить. – А вы слушайте. – А я слушать буду, да. Вот. Слово и слово – это чрезвычайно важное дело. Чрезвычайно. Такое важное, что один из апостолов говорит – в начале было слово. Кто это говорит-то? – Сергей Маринович. – Кто? – Это начало Библии, по-моему. – Да. – Это начало не Библии, а это начало одного… – Ветхого Завета. – Иван? – Одного из разделов Евангелия. – Ветхий Завет. – Кого? – Может, это последний. – Ну ладно, не знаю, чувствуешь, что понял, что не знаю. Это начало Евангелия Иоанна. – Что там? – В начале было слово. Тем более не можете продолжить, а его надо продолжить. – И слово – это было Богом. – И слово было у Бога. – У Бога – это слово. – И что дальше? – Ум. – Проделок. – Вот эта темология не в ту сторону работает. Не верите Богу, что Он есть. – Цель себя не верят. – В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом. И вообще это правильно. Но в эти дебри мне не хотелось бы сейчас залезать. У нас нет на них времени. Другое дело, что я начал писать новую книгу. Совершенно новую. На новую тему. И первый раздел у меня там. Вот о слове. И я начал с того, что вот это слово было у Бога. Так что это было за слово-то? – Бог, можно сказать. – Бог, можно сказать. – Слово было у Бога. – И слово – это Бог. – И слово было Бог. – И слово – это Бог. – Бог думаете? – Нет, конечно. – Ну, подумайте. В логический смысл этого слова. – Смысл в том, что само слово – есть Бог. – Вот к этому слову. – Да, совершенно верно. – Как замен сдал? – А? – Как замен сдал? – Нет. – Нет. – Это у русского человека показатель того, что его сознание, оно сломано и свернуто, и поставлено не на тот путь с самого начала. Что церковники, они уже давно извратили сознание своё, может быть, они сами тупые. И народ наш русский тупят. Почему? Потому что на самом-то деле Иоанн правильно говорит. Почему? Потому что он говорит на греческом. – Греческое слово. – Греческим словом он говорит. Поэтому в начале был логос. – На знание? – Да, у слова «логос» есть и значение знание. И слово было у Бога, у логоса. И слово было Бог – логос. Значит, не просто слово, да? Скажем, в русском слове слово много значений, в том числе там знание, речь. Вот я держу слово. Или там на съезде. Вы держали слово на съезде? А чего же? Ну, тоже. – В следующем году. – Так, вот некоторые товарищи держали. Молодцы. Значит, да, значений-то много у слова «слово». Это там и речь, и держать слово, и письменное слово о полку и Юре, и так далее. Так и греческий логос имеет много значений. Но здесь имеется одно истинное значение – логос – закон. Закон. И взята эта, значит, мысль, она ещё у Гераклита. Гераклита говорит, надо согласиться, что всем управляет закон логос, что всё едино поэтому. Поэтому Иоанн, он говорит совершенно правильно, что всё начинается с логос. Но и в практике жизни всё начинается со слова. Скажем, вот прежде чем собраться здесь нам, заниматься занятиями, науками, нужно произнести какое-то слово. Нам, что вот мы открываем, да, вам себе сказать – пойду-ка я позанимаюсь. Может, что-нибудь, ну, чем-нибудь. Да любое дело начинается оно со слова. Почему-то, что слово – это вот, и слово особенно в смысле «закон», вот оно имеет вот этот вот смысл, значит, необходимости, закономерности, закона, всеобщего закона у Гераклита. Поэтому в известном смысле можно о Гераклите сказать, что вот у Гераклита есть слово, да, и это слово – логос. Вот это слово во всеобщем смысле, во всеобщем определении, как всеобщая категория, как закон. Кстати, Библия начинается с какого слова? Не читал. Не та публика. Как-то не читали Библию, вы что? Ну, вы начали. Вы, как культурные люди, Библию, ну, должны немножко познакомиться. Мало ли с кем придется встретиться, дискутировать, да, во-первых. Во-вторых, все время ведь на Библию ссылаются, поэтому, скажем, все время ее надо иметь под рукой, чтобы проверить или посмотреть, правильно ли цитируют, где цитируют и так далее, с какой целью цитируют. Это культурное наследие, от него никуда не денешься, его надо более-менее знать. Книга начинается с учения бытии, и логика начинается с учения бытии, да? Как ведь? Вторая категория какая у нас логическая? Сушисть. Сушисть. Здрасте. Ничто. Ну, а можно сказать ничто, но ничто, оно есть то же самое, что и бытие говорит Гегель, да? А вторая категория, куда переходит бытие – становление. Становление по-гречески как? Генезис. Знакомое вам слово? Генезис, да? У нас часто говорят о Генезисе чего-нибудь, то есть о происхождении. Ну, или остановление – это одно и то же. Так вот, Генезис – это главная категория, которую внёс Гераклит в философию. Генезис. Ну, и, наконец, знайте, что по-гречески Библия, по-гречески бытие в Библии называется Генезис. То есть там и идёт речь о Генезисе мира и общества, ну, в основном, израильского, да? Но это Генезис именно мира, становление мира описывается на уровне того сознания, которое было в то время. То есть вот насколько глубоко категории, которые мы изучаем, они связаны со всем строем мысли, мышления. И если Гегель очистил это, очистил категорию для нас и выстроил так, то он сделал какую-то гигантскую революционную работу за нас и для нас. Задаром! Берите, читайте, изучайте. Но приходится удивляться, что люди, которые вроде бы изучали, были коммунистами, сами являются докторами экономических наук и академиками, и к марксизму, и к гигелизму, под старый свет оказались глухи и несут всякую ахинею, в том числе религиозного свойства. Сергей Глазьев, вот майская газета «Завтра» у меня, вот его статья «Плоды невмешательства». Марионеточные перемены на Украине. С самого начала. Прежде всего стоит подвести итоги российского невмешательства в украинские дела. Чего их подводить итоги невмешательства? Ну, если они не вмешательства, так и хорошо. Спрашивается только, почему весь мир с Америкой во главе ополчились на Россию за их вмешательство в Украину? И получается, что буржуазный, крупный буржуазный мир, он, значит, прессует наше правительство за то, что мы там ведем войну, что мы там, значит, воюем с Украиной. А изнутри мелкий буржуй, академик Глазьев, академик Академии наук Российской Федерации. Советник президента. Ученик выдающегося экономиста советского товарища Львова Дмитрия Сергеевича. А? Как на меня? Львов. Львов. Значит, выступает вот таким, значит, внутренним штырем, который в спину своему правительству, значит, глупости, так и пишет. Причём, находясь на посту помощника президента Российской Федерации. Помощника или советника? Да, советник, советник, советник. Вот он ему и советует, говорит, не вмешивайте. Или наоборот, вмешивайте сильнее. Ну, конечно, вмешивается Россия. Другое дело, что войны она там не ведёт. Официальные войны не ведёт. Но что касается помощи и кадрами, и вооружениями, ну, это несомненно, что без такой помощи республики не выставили бы. Да. Руками выращенных ими же неонацистов, американцы, совершили разгром русского мира в Малороссии, Новороссии и Карпат-России. Русский мир – это что такое? Я не знаю. Я понимаю, что они создают какой-то образ, что, мол, где есть русский, там есть и русский мир. Где есть русский язык, там русский мир, наверное. Ну, это где-то близко. Но, дорогой мой академик, ну, это там, когда пользуются вот эти русские люди, там себя как бы поддерживая душевно. Но это одно дело. А когда ты, значит, начинаешь это в качестве категории исследовать и использовать, то это просто детский сад. И далее. «Стоило русскому «медведю» в кавычках повести хотя бы бровью, неонацистские сброты и их аллергартические хозяева немедленно поджали бы хвост в страхе перед общенародным восстанием двадцати миллионов проживающих на Украине русских людей». Ну, с печки ты свалился, что ли? Бровью русский «медведь» поводил. И даже много поводил. Но никакой русский народ двадцать миллионов, хоть сорок миллионов, никакого восстания не подымал и не подымет. Потому что народ на это не способен. Восстание делает не народ, а кто? Классы. Классы. Под руководством их передовых отрядов. Довольно узкий слой людей. Это примерно, ну, один-три процента от класса, а не двадцать миллионов. Это имеется в виду почти всё взрослое население Украины. То есть, ты вроде грамотный человек изучал марксизм и несёшь такую чушь в патриотическом издании. Это, конечно, говорит и о редакторе. Что редактор, он тоже уже давно как-то перешёл к такой поэтической фразеологии. Но он-то поэт и писатель, ему простительно. Он так сам вдохновлённый, народ вдохновляет. Ему такие образы простительны. А тебе, академику, даже стыдно читать. Пятилетняя оккупация Украины американскими спецслужбами Стал завершающим этапом системной работы, которую они вели четверть века при попустительстве России. Пятилетняя оккупация. Где вы видели оккупацию? Где оккупанты? Почему вы их не показываете? Кстати, украинцы не хвастают, что там у них ходят оккупанты, им помогают. И американцы не собираются посылать туда армию, которая бы оккупировала эту территорию. Ну зачем пугать людей? Не знаю только русских и украинских. Скорее русских. Потому что до украинцев-то она не дойдёт же этой газете. То есть, элементарное неправильное использование слов. Или вернее сказать. Использовать слов вне контекста понятий. Слов как образа. Вот они оккупировали. Как вот вши оккупируют человека. Вши его, да? Так и тут получается. Я думаю, что уже в ближайшее время следует ожидать переноса майданных технологий в крупные российские города. Ну тоже с печки свалился. Майданные технологии уже переносились в Россию. Что проснулся только. В двенадцатом году мы видели выход этих майданников наших ещё до Украины. Но они получили понозу. В том числе, значит, вот эти товарищи типа Валерия Александровича. Он тогда был вот и в сути времени. Помните в этой ситуации или нет? На болотной митинге. А слышал он. Ну вот, слышал. Когда продали всех ораторов. В большом счёте со сцены. Да. И тогда вот напугались и Проханов. Ой, оранжевая революция. Никакой революции не было. Не оранжевой, нет. А было контрреволюционное выступление мандарного вот этого типа. Но они не на тех напали в России. Потому что, во-первых, ярко выступил Курганян против. И организовал вот это новое движение в Сипре. Во-вторых, мы его поддержали сразу, резко и определённо. В том числе, я составил письмо от имени Ленинградского отделения фонда рабочей академики. И Курганян отправил. Поэтому, когда этому митингу белоленточников противопоставили митинг народный на Поклонной горе, они успокоились. Они поняли, что в России не пройдёт это. Потому что в России их понимают, мерзавцы. Вот они тогда начали действовать в Украине. А не то, что вот они в Украине сделали, а теперь будут перенарзить. Стараться они будут. И как только почувствуют слабость, может, и будут опять какую-нибудь операцию делать. Но это уже будет другой вопрос. Да. Но может случиться чудо. Ведь изначально некоторые взорвали… Да. На чуде. Товарищ академик, бывший коммунист, лидер Демократической партии России, депутат Госдумы. И вдруг чудо. Ну, ты тоже, ну, немножко так себя осмысляй и уважай читателей. Ну, возможно, среди читателей есть, которые уповают на чудо. Но, в общем-то, интеллигентная публика читает завтра-то. И всё-таки не надо уж ориентироваться на самые тёмные, отсталые массы. И продолжаем. Ведь изначально некоторые из взорвавших Российскую империю большевиков были не меньшими русофобами, чем поставленные американцами княжи в Киеве марионетки. Ну, русофобы, наверное, есть в любом политическом течении. Может быть, может быть, были они и среди большевиков. Что касается далее идущего Троцкого, то Ленин говорит, он с нами, но не наш. Он не большевик. При характеристике официально Троцкий не большевик. Всем он хороший парень, оратор, умный, но не большевик. Поэтому перспектив ему в партии в нашей не было. Да. Троцкий превратил русский народ в кушечное мясо и топливо для разжигания мировой революции. Точка. Это просто мерзавец, мог только сказать. То есть, Троцкий превратил. Не хотел превратить. Хотел – да. А превратил. Троцкий превратил русский народ в кушечное мясо и топливо для разжигания мировой революции. Подлец. Это опечатка просто. Никакая не опечатка. А это из духа этого всего произведения следует. И из контекста. Может, там через слово опечатка? Да нет, вопросов не надо. Ты там превратил. Это оскорбление русского народа. Что нас русский превратил в кушечное мясо? Тем более для мировой революции. Русский народ? Да мы сами кого хочешь во что хотим превратить. Только мы хотим превратить в доброе, в гуманное, в коммунистическое. Это правильно. А не в кушечное мясо кого-то превращать. Да, для разжигания мировой революции. Но произошло преображение власти. Преображение. Чудо. Само собой это чудо. Из Сюгашвили вырос Сталин. Который в 45-м году благодарил русский народ за одержанную над европейским фашизмом великую победу. Да. Наш народ выстрадал это чудо. Ценой огромного количества жертв, лишений, экстремального напряжения всех духовных, творческих и физических сил. А он точно академик? Академик. Как пастырь какой-то вообще. Нет. Это не пастырь. Это антипастырь. Это пастырь каких-то сатанинских сил. Ну, в контексте дискурса текущего, конечно. Как все говорят, он от неё тоже. Да. Ну и заканчивает. Итак, понятную, легитимную, открытую, последовательную, честную нужно проводить в политику. И тогда может произойти чудесное преображение власти. Плохой капитализм. Так что, вот что такое слово. Вот что такое пользоваться. Значит, извратить всё и вся, полная нечувствительность к словам, понятиям, я уж не говорю об обучении. Тогда какую теорию он использует? Это не марксизм, это не львовизм, это какая-то глазовщина, причём такого какого-то деревенского неграмотного уровня. И он подводит и себя, и газету завтра. Ну, и вот, чтобы не заканчивать на этой печальной ноте, ещё два слова о слове. Слово производит сильнейшее впечатление, если оно сказано точно и вовремя. И вот, скажем, на моей жизни два таких простых, вроде бы, человека, но сказали слова, которые вот помню я с 92-го и 3-го годов речь. Один был такой Александр Русков в Объединённой фронте трудящихся. И вот на одном из заседаний клуба «За и против» он попросил слова и выступил. Сильнейшее впечатление произведено на меня тогда. Так, по-моему, даже вообще никто не наступал. Так ярко, глубоко, точно. Был он с инженерным образованием, но работал рабочим. Такой, что называется, рабочий из завода. Его, значит, выходит, обрисовал обстановку и, среди прочих, говорит, Сталин на «Пархосактиве» в январе 33-го года докладывал. У нас не было своего танкостроения, теперь у нас есть своё танкостроение. У нас не было автомобильной промышленности, теперь у нас есть автомобильная промышленность. У нас не было своего самолётостроения, теперь у нас есть своё самолётостроение. И так 15 раз проговорил ему эту сталинскую речь, а потом говорит, а если посмотреть на первые годы правления рыночников, то можно сказать, у нас было столько строения передовое, теперь у нас нет передового строения. У нас там были трактора строения, теперь у нас нет трактора строения, и так далее тоже русских позиций. Ну и потом завершил выводом, что это правительство не может быть народным, оно должно быть как можно скорее устранено, действительно мощное такое слово запомнилось. Но чего-то он был, ему было так лет под сорок, и как-то он так через год умер, заболел, умер, я его хоронил. Ну, мы его хоронили. Второй случай, это вел я демонстрацию на дворцовой площади, по-моему, первомайскую 92-го года. Солнечный был яркий день такой, хорошее настроение боевое, идёт у нас, значит, митинг. Вдруг меня толкает, Александр Сергеевич, вот товарищ просится выступить. Смотрю, пробирается поп в красной сутане, в красной шапочке, ну, видимо, какая-то праздничная монархская одежда или что-то в этом значении. Запомнил её фамилию Петчушкин. Петчушкин. Ну, разрешите выступить. Я говорю, а вы о чём хотите? А я хочу о Горбачёве. Так вы что, за Горбачёв? Нет, я не за Горбачёва. Ну, ладно, давайте, выходит. Он такой дед, лет около шестидесяти. Сухенький такой, пониже меня. Вышел к микрофону и начал в таком духе. Да, дорогие товарищи, вот Горбачёва называют Геростратом, и это несправедливо. Герострат он уничтожил только одно здание, а Горбачёв разрушил целое государство. Вот ещё Горбачёва называют Иудой. Это несправедливо, дорогие товарищи. Иуда предал только одного человека, а Горбачёв предал триста миллионов. Ну, и в таком духе. Ну, и там, конечно, продолжительные оплаты. Да, вот слово. Ну, и нам поэтому надо к слову относиться бережно, в том числе и особенно к слову Марксе. А Марксе. Значит, ну и в соответствии с темой начну с одного высказывания, с которым с одной-то тема. Значит, у Гегеля есть такое замечание, что, мол, история не научает народа и правительства тем большим перипетиям и выводам из них, которые в истории случаются. А вы эту формулу, наверное, слышали, может быть, даже не раз. Её часто вспоминаю. В таком ключе. История никому, никого ничему не учит. Слышите? Учит тому, что никого ничему не учит. Да, и это ещё в более жёсткой форме. Вот так звучит. Она учит только одному, что ничего не учит. Это верно. Вот. На самом деле, значит, у Аристотеля не учит народы и правительства. Значит, что народы и правительства, это совершенно верно. Почему? Потому что народу некогда учиться. И некогда учить историю. Он историю знает по случаям, там, анекдотам, по событиям каким-то отдельным, крупным, по личностям. А чтобы изучать историю, у народа времени нет. И правительство не изучает историю. Скажем, вот сколько там они находятся, вот, скажем, ГРФ. Сколько они находятся в правительстве, до истории у него дела не находятся. У него всё занято бабками, подсчётом бабок. И один период у него был, когда он занимался пропагандой пенсионной системы. Это было в девяносто пятом году. Вот он тогда выступил с инициативой поднять пенсионный возраст. Значит, ну, тогда я выступил против газеты «За рабочее дело». Другие товарищи выступили. И, короче, заткнулся этот грех. Да, больше правительства ничего не изучает. И тем более историю. Некогда ему учить историю. А от самой своей карьеры оно безграмотно. По орешке, ну, по нему видно, что он неграмотный человек. Теперь, я подозреваю Путину, он их и берёт таких постичек. Почему-то, что они Путину ему не нужны, как деятельные правители, деятельные министры. Он сам всё без них сделает и занимается своей военной экономикой. Это ему заниматься некогда. Так что этим некогда изучать и учить историю делать и на ней учиться. Но во всяком народе есть всё-таки культурные люди, которые изучают историю и из неё делают выводы. Это было и в греческие времена. Замечательные были историки и замечательные из них получались политики. И у каждого политика рядом где-то был или историк или философ. Анаксагор. У Перихла был выдающийся философ Анаксагор. У Александра Македонского учителем был ни много ни мало Аристотель. Что-нибудь понимал он в этом деле. Причём Македонский ему пишет из Персии. Зачем ты опубликовал метафизику? Теперь простонародье узнает и поймёт те вещи, которые знаем только мы, руководители. Ну, в смысле, руководители. Аристотель ему отвечает – народ ничего не поймёт. И точно, если вы начнёте сейчас считать, может быть, после нашей школы там будете что-нибудь понимать. А скажите, если бы до нашей школы… Ну, это просто непонятно, чуждо и не нужно. Вам бы показалось. Ну, та же история, что с капиталом Российской империи один в один. Капиталом Российской империи? Ну, да. Что вы видите? Ну, его что-то в Цензор пропустило? Да, потому что никто ничего не поймёт. А, капитал? Вы, Российской империи. Да, да, кстати, Цензор так и говорит. Это проведение мало кто просчёт, ещё меньше поймёт. Не читайте. Нет, поэтому смертно публикуйте. И Ленин, не зная этого, пишет… А, пишет, это он в конспекте науки логики Гегеля, стало где-то 12-13 год. Это рецензент писал там где-то в году в 1975-1978 переводился «Капитал», а это уже вот в начале XX века. Ленин замечает на странице, чтобы изучить науку логики, «Капитал» нужно проштудировать всю науку логики Гегеля. Ну, это, Михаил Васильевич, наверное, эта форма была. Говорю, говорю. Таким образом, и через 50 лет капитал никто не понял. Ну, я думаю, целиком, может быть, и не поняли. Но, конечно, люди читали, кто хотел, понимали там какие-то части, трактат, которые им были нужны. Но целиком, действительно, редкие люди прочтут и поймут «Капитал». Это глубочайший уровень книг. «Метафизика» Аристотеля или «Наука логики Гегеля» или «Капитал» Карла Маркса. Но всё-таки, значит, я хочу сказать, что есть люди, которые понимают и историю, и теорию марксизма, и историю марксизма. История марксизма показывает, что эта теория изучается. Постоянно скажем, не во всём, может быть, объём, но изучается. Многими людьми масса этих людей растёт во всём мире. Растёт она во всём мире. И, я думаю, что и глубина понимания постижения капитала, она увеличивается со временем. Почему? Потому что всё-таки растёт число грамотных людей, которые обращаются к этой проблематике. Поэтому судьба, значит, капитал, она обеспечена. О чём я и написал в своей жёлтенькой книжке, которую, по-моему, в прошлый раз кому-то я давал, да? Какой назвал? Жёлтенькая книжка. Марксизм в России. Нет. На съезде кому-то я давал. Не знаете вы такой книжечки жёлтой? Нет. Да, она придётся принести. Ну, узнаю. Значит, это одна сторона изучения. Что? Трудно познать, трудно постичь. Это, Маркс говорит, как вот карабкаться в гору, добраться до истины по её скалистым вершинам. Кто хочет добраться, тот добирается. У кого хватает воли добраться, тот добирается. У кого не хватает воли и времени добраться, тот не добирается. Конечно, у людей, которые заняты тяжёлым физическим трудом, у них меньше возможности добраться. Ну а кто, значит, сидит там, гоняет игры компьютерные на работе, у того там есть время позаниматься, почитать и особенно подумать. Почему? Потому что там над каждым положением, над каждым поворотом мысли, над каждым отношением между категориями нужно именно подумать, сделать для себя вывод – так это или не так. И Аристотель, Гегель, Маркс, Ленин – они словами вот так, как Глазьев, не бросаются. Они, если используют слово, то оно выверено, Гегель даже говорит, философия – это прослушивание слов. И действительно, я много раз убедился, что значительная часть философии – это именно прослушивание слов. И можно услышать иногда чрезвычайно интересные вещи. Например, в слове «Бог» я услышал древненемецкое «Бог». Кто такой «Бог»? Фантастические образы. Не надо. Наоборот, в древности это самая реальная вещь. Действительно «Бог». Хотя переводится-то «козел». Немецкий «цыгингоб». Как? «цыгингоб». Не «гоб», а «бог». Нет, «козел» по-немецки «цыгингоб». Ага, это я не слышал. Значит, почему? Потому что в древности коза, козье стадо – это и шерсть, и мясо, и молоко, и рога, как орудие. Особенно есть у козлов такие большие, острые рога, если их ещё точить. Значит, и они доступны, и они под силу человеку. И такого рода скота было очень много – и антилопы, и олени, и бараны. И всё это было более-менее подвластно одному мужику, когда ещё жили небольшими такими семействами. Потом бык. Зев – он скормлен козой Амалфеей, а сам является быком по своей природе. Знаете вы это? Кстати, эгида – это щит из козьей шкуры. Кто хочет посмотреть греческий язык – айо – коза. Там масса всяких штук, связанных из географии, из территории, с козами, с козами. Да, и с быком, соответственно. Юпитер и Зев – они оба быки. Похищение Европы. Знаете картину вы? О, Зев – обращается быком, прилетает в Финикию, украдает Европу и привозит её в то место, где его выкармливала Амалфея на Крит. Поэтому я когда прочитал «Босфор», «Переход быков», я сначала что-то… Босс – это вроде бык. А при чём здесь переход быков? Там же глубоко, широко, быков не переведёшь. Так это Зевс в этом месте перепрыгивал из Азии в Европу. Тогда всё понятно, что «Босфор» – это греческое и латинское название. Вот эта ситуация. Ну и много там тоже всего такого. Значит, прослушиваем… Ну и у нас здесь часто мы обращаемся к этимологии слова, происхождению слова, к иностранным значениям слова, прослушиваем их. Хотя, скажем, споры о словах, о терминах, о названиях понятий, они и сейчас идут очень острые, скажем. Есть целая толпа тунецов, которые пытаются, значит, доказать, что стоимость там в капитале называется неправильно. Вот на самом деле она по-английски вот так вот. Ценность. Не надо. Ценность и стоимость. Не надо. Всё выверено ещё при Марсе и Марсе. Говорят, что русский перевод блестящий. Марс сам. И в советское время это всё было выверено. И мы тоже люди непростые. Тоже нас в намеке не проведёшь. Поэтому слово, понятие – это очень важно. И Маркс, и Ленин, и Гегель – они нас на это настраивают. Быть очень внимательны к понятиям. Соответственно, и извращение, значит. То есть, с одной стороны, вот заблуждение и неспособность выучить. С другой стороны, специальное извращение марксизма. Вся история марксизма, поэтому у Ленина, у него развивается в его время, так, по-моему, я это написал в тринадцатом году, на три этапа. Первые двадцать пять лет марксизм замалчивали, делали вид, что его нет. Вторые двадцать пять лет опомнились, начали его критиковать, притисовать. Значит, теперь, в начале двадцатого века, марксизм завоевал широчайшие позиции в Европе. Широчайшие. И действительно, скажем, многие воспоминания читаешь философов и часто встречаешь, что в молодости они были марксистами. Например, Карл Ясперс – знаменитый немецкий экзистенциалист. В молодости мы все были марксистами, это в Германии в десятых годах. Все были марксистами. Теперь, наше официальное было течение широкое в России – легальный марксизм. И нынешние модные, так сказать, буржуазные, ну или выставляемые как модные буржуазные мыслители, там типа Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Струве, другие. Вот они были марксистами, они были такие марксисты, прочитали книгу, изучили, теперь научились и теперь могут сами учить. Но жизнь показала, что они изучить-то изучили, но это противоречит всей их жизни, всем их остальным убеждениям, всему их образу жизни и всему их окружению. И они в молодости-то, значит, помарксистовывали, а созрев – отошли. Почему? Потому что марксизм денег-то не заработает. А просто так жить истинно – вроде как малоинтересно. Так что, значит, ещё и извращают, и извращений этих много. Я так вот посидел, вспомнил, значит, какие бывают. Ну, во-первых, сразу. Вот марксизм, значит, теперь он у Маркса был какой-то там настоящий, подлинный, а вот сейчас он какой-то истинный. Всё это разговоры досужие. Да и сами Маркс, там кое-что они сказали правду-то, а в основном-то заблуждались. Или марксизм есть глубокий, есть поверхностный. Значит, там ранний Маркс, он вот глубокий, у него там общечеловеческие какие-то мотивы есть, отчуждение труда. А потом они как-то занялись вот этими экономическими отношениями, зарплатой, трудом. Это как-то мелко и неинтересно. Или, значит, Маркс, он изменил себе. В молодости у него была одна философия, в старости у него стала другая философия. Или у Маркса там была одна философия, а Энгельс, он всё-таки действительно пошёл в философию. Маркс, он остался в политэкономии, а вот Энгельс, он занимался философией. Хотя это тоже чушь. Второй вариант – марксизм устарел. Значит, что он догматичен, что вот там затвердили некоторые истины, и вот их долбит уже сколько времени. Это догматизм. Или, что он груб, как, кстати, вот этот вот Тузко пишет, что, мол, экономический детерминизм, грубый экономический подход. Он их критикует, он их критикует. Значит, и действительно, вы много с этим столкнетесь. Маркс – это экономический детерминизм, всё у них определяется хлебом. Значит, это несерьёзные люди. Теперь, марксизм, ну, это какое-то западное учение. Черномырдин, это он прочитал в журнале в одном и в трибуны. Ну, этот в Европе выдумали, он там шатался, шастался, призрак коммунизма, шатался, шатался там по Европе, а решили применить к стране, которую не жалко. Красиво. Да. Но это только характеризует дополнительные его тупость. Больше ничего. Глупость. Применить. Вы-то примените что-нибудь дельное. Вы что-нибудь применили? Ничего не применили. Мне недавно прислали его. Первый. Почитаете, Александр Сергеевич? Я говорю, я его знаю. Один, ключевой, первый. И он характеризует все остальное. Хотели как лучше, а получилось… Как всегда. Да, как всегда. Это вот ему принадлежит. То есть русская поговорка. Хотели как лучше, получилось как хуже. Это бывает иногда. Иногда. А он-то про себя хотел что-то сказать такое. Хотели как лучше, а получилось… И тут он понял, что он про себя скажет, что хуже. Он в сторону. И он не придумал ничего лучика. Он, мол, как всегда. Ничего не как всегда. А у тебя, тунеец, так получилось, что ты развалил. Нажив два миллиарда на воровстве Газпрома. И разорив Россию. И помог разоряться Украине был послом там несколько. Да, бесчеловечный у него классовый подход у Маркса. Вот мы все гуманисты, мы за общенародное. А вот Маркс, он только за один рабочий класс. Ну а другие, как в социальной слои силы. Да, одни обвиняют маркс-атеизм. Это вы много раз слышали. Что он атеист, безбожник, в Бога не верует, та-та-та-та-та-та. А другие наоборот. Что вы? Марксизм – это не наука, не философия, это религия. Есть верующие люди, они веруют в Маркс. Я, правда, таких не встречал, что вы верили в Маркса. Вы встречали? Нет? Чего сомневаются, товарищи? Не встречали и не встретите верующих в Маркс. Сталина встретите. Почему? Потому что я сам видел, один боб заказал икону Сталина. Повесил у себя в приходе. И там, значит, приходящие крестятся и молятся. И действительно, из него делают икону. И даже глазец подыгрывает этому настроению. По делу. Потому что за Сталиным не стоит настолько лютой идеологии, какая стоит за Лениным. Вот Ленин, то, что он писал, оно все противоречило. Сталин запомнился все-таки больше как хозяйственник, чем мощный идеологический деятель. А вот Ленину нужно фоном сделать. Вот и пытаются это сделать. То есть высказать Сталина как хозяйственник, как без идеологического дела. Пытаются, но не получится. Почему? Потому что Сталин вряд ли проходил год, чтобы Сталин тем или иным образом не указывал, что он ученик Ленина. Что он досконально знает Ленина. Все сочинения Сталина не пропитаны, напитаны ссылками нас Ленина. Причём есть клятва Сталина от имени партии на похоронах Ленина. И эту клятву, значит, Сталин всегда выдерживал и выдержал. В основном. Насколько можно. Да, вот антирелигиозный. Теперь, это вот буржуазные такие варианты, значит, критики марксизма. Мелкобуржуазный. Марксизм – это экономическая тема. Да, вот хорошая, глубокая, но это экономическая. Капитал – это главное. И, скажем, социал-демократия западная, она с удовольствием читает, даже пропагандирует Маркса, пишет о Марсе. Есть замечательные учёные, скажем, типа Гильфердинга, социал-демократы западного образца. Но они вот так вот экономические учения. Всё, они больше ничего знать не хотят. Значит, или наоборот. Это политическая доктрина. Вот он там, а классовые больные, ба-ба-ба-ба-ба. А никакая это не наука. Или это философская доктрина. А никакая экономика там, ну что-то какая-то вычурная, и никому там она не интересна, неизвестна. Теперь, марксизм-линизм устарел. И это был почти лозунг на последних этапах в КПСС и в КПРФ. Что нам нужен обновлённый марксизм. Марксизм устарел, нам нужен обновлённый марксизм. Да, его надо развивать. Я говорю, товарищ, вот вы понимаете, что надо развивать. Вы развиваете, вы что-нибудь развили. А вы кого призываете развивать, кто не знает марксизм? Вы, если знаете, развиваете. А, значит, прикасать или даже уговорить, или даже купить развивателю марксизма нельзя. Это если у человека есть, струна эта, направленность, он разовьёт. А если нету, ну ничем ты не заставишь развивать марксизм. Хоть ты профессора золоти, хоть ты осыпь его звездами, где надо действовать умом, он только хлопает ушами. Да, ну и такие новейшие, что марксизм – это гуманизм. Это вот, скажем, экзистенциалисты. Французские особенно. В Сартере есть статья. Марксизм – это гуманизм. Вот такие хорошие ребята, Марс и Энгелем, собрались и говорят, что вот человек, вот его надо жалеть, развивать, он родовой по природе, у него родовая сущность. Это они от мысли, что ранние марксисты, в маркском есть ранние работы, а родовой сущность и человек, ну она действительно, природа человека родовая и до сих пор. Каждый. Каждый. У человека есть род. Гегеля разъяснил. У человека есть род в себе. Эта мысль понятна? Как вы понимаете? У человека есть род в себе. Ну то есть сущность человека – социальная, общественная. Так, наверное? Социальная – это очень много. Скажем, у человека есть своё… Как сняты родители редков и родители посолков. Что родители? Ну то есть он, к слову, является отрицанием родителей… Ну то есть как… Снятие. 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 И сам будет снят. Да, вот снятие – это вот более хорошее. И сам будет снят следующее. Значит, лучше здесь, если про отдельного человека, то это очевидно, что человек – это соединение двух родов, мужского и женского. Соединение двух родов, как новый род. То есть тут никакого зловома, где нет. Тут совершенно чёткое определение. Человек есть единство двух родов – мужского и женского. Отцовского и материнского. И сам есть поэтому новый род. А не двух началов? Одного начала рода. В смысле, из гражданского начала и женского, да? Род он себе всеобщий един, да? А в нём моменты. В нём моменты различены, но в единстве находятся. Они не слиянны, но различимы. Как бытие, да? Оно одно. Но в нём есть момент – ничто. И с этим моментом – ничто. Они в единстве на основе бытия. То есть бытие – это есть единая основа. А в этой основе два момента – само бытие и его отрицание. Но слово род мы употребляем как пол. Нет. Почему нет? Род используется и как пол. Да, мужской род, мужской пол, женский пол. Мы используем смысл этого слова. В этом слове мы используем этот смысл. Этот смысл есть и по-гречески – гель. Он и род, и пол. Перевести его можно и так, и так, в зависимости от контекста. Так что род он себе разделил. Я вам ещё раз говорю. Да. Ну и, наконец, что вот Маркс – это не наука, это политическая деятельность революции, это революционер. И, скажем, во второй половине XX века была модная теория «Три великих революционера современной эпохи». Это Маркс, Мао и Маркузи. Я помню, на философской входе приезжал какой-то немец. Году там в 72-м, 73-м, помните, там были в 68-м году юрожеские студенческие волнения? И там вот этот Маркузи, он был одним из таких идеологов этого движения студенческого. Маркузи. И вот революция, Мао, Маркс. Ну и его сюда пришли за одного. Значит, три – Мао, Маркс, Маркузи. Да, ну, конечно, Маркс – революционер. И Мао – он марксист. Во всяком случае, хотел бы быть марксиним, старался быть марксиним. Звучал марксизм. Маркузи – это он такой экзистенциального свойства человек. Да, так что марксизмов всяких очень много и сегодня очень много выдавать себя за марксистов. И в марксовской партии, коммунистической партии нынче я уже как специалист давно сбился с толку и уже больше их не отслеживаю, потому что это бесполезно. И наша задача – помочь вот этим людям, которые ищут и не могут определиться. И вот мне понравилось, что на съезде Пятница, по-моему, один товарищ рабочий говорит, что вот наша партия, она как камерту. По ней видно, какая партия куда отклоняется. Да, я думаю, что он сам до этой мысли дошёл, хотя в какой-то мере она напоминает мысль Ленина, который говорит, тогда тоже колебалось очень много народу, не знали, это всё было в новинку. И Ленин говорит, как помочь колеблющимся? Очень просто – не колебаться самому. Когда ты не колеблюшься, колеблющие все видят и в конце концов останавливаются. Ну и конечно, несмотря на вот эти все контры против марксизма, несмотря на его недоученность, марксизм продолжает оставаться единственным научным мировоззрением. До сих пор, что-то я переехал. Ну что, не сделают ли нам перерыв? Да? Правильно? Перерыв. Капиталистический оратор говорит, ну здесь же явно прослеживается, что для Маркса все пролетарии добры, а все криталисты злые. Это неправильно. Но правильно, Маркс говорит, что пролетарии в остальной жизненной обстановке, они такие же конкуренты друг к другу, как и все прочие. Почему-то же жизнь, она заставляет конкурировать, скажем, за рабочее место, за зарплату, за премию, ещё там за что. Ну ладно, посмотреть всё. Для того, кто почитал Ленина, даже не слишком много почитал, и сравнивать с тем, что делал Сталин, это вполне очевидно, что Сталин реализовывал, вполне себе делал и марксистскую, и вполне себе линию, которую ставил Ленин. Это абсолютно очевидно. Но для того, кто не читал Ленина, это не очевидно. Ну конечно, да. И это вот как раз стараются маскировать, поэтому я так полагаю, что сейчас на Сталина и Стали, как бы обращайте внимание, что вы пытаетесь на двух хозяйствах. Ленина так невозможно. Это отношение по двум основаниям. С одной стороны, за счёт того, чтобы найти приложительное что-то, и вот Сталин хозяйственник – это положительное. А с другой стороны, Сталин хозяйственником затемнить, зачернить Ленина и революционеры, и разорители России. Идеология, что такое? Причём, она ведь вошла в оборот, ой, по-моему, из Токвиля. Нет, из Токвиля. И Наполеон, и Маркс, если в начале деятельности, они же идеологию называют в некотором ироническом таком ключе. Они её считают чем-то таким второстепенным, поэтому говорят о ней иронично. Почему? Потому что она не вполне наука. Потому что она в том числе и какие-то эмоциональные и психологические вещи. Наука выше идеологии. Вы читали мою статью по мировоззрению в летнем сборнике? Я там немножко останавливаюсь на этом моменте, мне некогда. Но вообще надо разъяснить, наверное, более серьёзно почему-то, что это важное недоразумение. Дело в том, что вот буржуазная, она идеология почти сплошь сейчас. Да, как идея всё время, да. А наша, у нас, она идеология скорее потому, что мы боремся с их идеями. И в этой части мы занимаемся идеологией. Да, я понял, о чём вы говорите. Сам марксизм, хотя Ленин там и называет две идеологии, может, рабочего класса и капиталистов. Рабочего класса может быть, но, скажем, марксизм я бы идеологией не называю. Нет, здесь марксизм, это не идеология, главное, что это наука. А почему, что отличает науку от идеологии? Ну, идеология, она может быть и, в общем-то, она может противоречить наукоположению в науке. Она может в разрез. Почему идеология реакционного класса? Они её двигают? Нет, нет, нет. А они против науки пробуют. Да почему, нет, почему научная, научная основа этого в чём? Что она антинаучная? Сами научные и логические основы говорят о том, что это не наука, а идеология. В чём тут причина? В смысле, в буржуазной, а не наука? В буржуазной. Ну, потому что... Ну, они же вообще реакционный класс, когда отстаивают свои интересы... Это мы объясняем, что они реакционные, что они там мелкие буржусеи, что они там ничего не понимают и так далее. А в чём реальное основание, что это идеология, а не наука? Потому что система... Потому что система... Наука — это система знаний о закономерностях, в общем-то говоря. А идеология тоже систематически выстроена. Прогрессивная идеология, она совпадает с наукой. Нет, здесь сделано в прогрессивности. Она идёт против науки. Ну, так можно сказать. Им даже врать приходит сейчас. Потому что идеология — это такое совокупное знание, которое оторвано от реальной, то есть экономической жизни. Она не связана с экономической жизнью. Не обязательно. Она оторванная от жизни. Это буржуазная. А пролитарство, получается, совпадает. А марксизм, он не оторван от жизни. Он опирается на экономику, на экономические отношения, на жизнь людей, которые определяют экономику. Поэтому у нас наука, а не идеология. Хотя мы занимаемся идеологией в той части, в которой боремся с буржуазной идеологией. Собственно говоря, я это не подчёркиваю. Итак, значит, марксизм. И нынче марксизм-ленинизм. Поскольку в нашей стране марксизм был реализован практически Владимировичем Лениным. И это новая стадия развития марксизма. Поэтому мы называем марксизм-ленинизм. И марксистами считаем только тех, кто доводит марксизм до ленинизма. Открыто заявляет о главном ленинизме, о диктатуре пролетариата. И для кого марксизм-ленинизм является таким целостным научным мировоззрением. И другого научного мировоззрения в сегодняшнем мире нету. Хотя, скажем, пытаются, там некоторые философские теории, концепции, течения, например, позитивизма считать себя мировоззрением. Потому что они занимаются наукой, только наукой, всеми науками. И они, так сказать, у них мировоззрение. На самом деле это самообман и обман трудящихся. Никакого другого научного мировоззрения, серьезного мировоззрения сегодня нет. Хотя есть отдельные, значит, религиозные мировоззрения. Христианская наша православная в России, наряду с ним мусульманская. Кстати, Коран тоже иногда полезно почитать, его тоже вспоминают. Тоже приходится заглядывать, значит, в Коран и сравнивать тексты. Тоже был Мухаммад умный человек. Тоже можно чему-то и учиться. Но, тем не менее, это остается, значит, сознанием. И сознанием неразвитым на сегодняшний день. Ну и после Октябрьской революции в нашей стране марксизм стал официальным мировоззрением, официальной общественно-экономической и политической наукой и получил бурное развитие. И вот, скажем, в советское время нам казалось, что как-то нет этого СССР великих философов. Вот там были Кам, да, все знают. Вот там Шопенгауэр, все знают. Там Фирвах, все знают. А как-то вот в России, в СССР вроде не было. И только теперь, когда прошло время, понимаешь, что у нас другой принцип развития. У нас то, что было выработано в мировоззрении марксизмском и в философской части, и в экономической части, оно развивалось в конкретных направлениях. Поэтому у нас была передовая экономическая наука, передовая техническая наука, передовая гуманитарная наука. Вот сейчас я возвращаюсь к этому вопросу. Какая же была развитая археология Советского Союза? Какие же были гигантские затраты? Перекопали почти весь Советский Союз, докопались там до мамонтов, до львов, до саблезубленных тигров где-то на севере Сибири. Теперь стоянок, сколько там диких прошлых людей первобытных на территории России открыто. То есть это была гигантская наука на основе марксистской методологии. Психология была советская, чрезвычайно разбита. И выдающиеся психологи российские, которые известны всему миру, и Лурия, и Выгодский, и Рубинштейн, и масса-масса других психологов. Сильный психологический школа. Лингвистика. Лингвистика и вот в той части, в которой она связана с историей, с происхождением человека, и главное – с формированием мировоззрения. Вот, скажем, у меня с Аспиранских еще лет лежала дома книга Ольги Михайловны Фрейденберг «Образ и понятия». И я ее, помню, с большим интересом тогда прочитал, использовал в кандидатской диссертации. А сейчас снова-то вот этим словом, понятием начал интересоваться и вспомнил, что Ольга Михайловна, она что-то писала по этому поводу. Заглянул в эту книгу. Начал перечитывать снова. Она и так-то была перечиркана. Я стал перечитывать снова. И сейчас ее перечиркал в два или в три раза больше. Понял, думаю, да, какая мудрая женщина, писавшая как раз вот тут 42-й, 43-й, 44-й годы. Причем тут же приносит, как раз в это время приносят мне книгу, документы обороны Ленинграда. Там, значит, во-первых, документы военные Ленинградского военного округа, во-вторых, документы партийные, там же разного рода. В-третьих, особо интересно, документы немецкие, разного рода по поводу Ленинграда и Ленинградца. И документы граждан. И в том числе, я смотрю там, значит, заявление О.М. Фредерберг. Обращается вам в комфорте. Значит, Ленинградский университет переехал в Ташкент. И я теперь, да, я потеряла карточки. И теперь не могу их выправить, поскольку наша администрация уехала. И мне не к кому обратиться. Поэтому я прошу, значит, Ленинградский обком, поскольку сама я живу на карточках, и у меня на руках престарелая 85-летняя мать двойная. Я не прошу, пишет она, я требую выдать мне положенные карточки. Да, молодец, давай, крепко. И вот в это же время она, видите, писала замечательную, гениальную работу. И сейчас её читаешь, она «Откровение». Причём она «Откровение», но кто знает вот эту атмосферу в лингвистике военного, довоенного, военного, послевоенного времени, для того понятно, что это вот родилось вот из этих дискуссий. А дискуссии были такие, что сам Иосиф Серёныч Сталин в пятьдесят первом или втором году вынужден был, престарелый, может сказать, человек-то, и, в общем, не из этой области, вмешаться в дискуссию и написал к вопросам языкознания. Никто, наверное, не читал. Ну, не обязательно её читать. Но, тем не менее, значит, вот какая острота была дискуссии. И, кстати, Сталином рождается там вполне грамотно, делают указание, вполне грамотно в философском таком ключе. Потому что там академик Марр, он заехал немножко с лингвистикой, с этимологиями, со всеми происхождениями языка. Иосиф Серёныч его так грамотно, культурно поправляют. И, несмотря на то, что там зэки потом сочинили, может быть, вы слышали. «Товарищ Сталин, вы большие учёные». Это Высоцкого. Не Высоцкого. И в языкознании познали высшее толк, а я простой советский заключённый. И мой товарищ Серый, там, Гурятский. Да, тем не менее, Марр, вот этот Николай Яковлевич, осел и занял своё место. Прошло вот уже пятьдесят лет, так он это осаженное место и занимает. Почему-то Шелезурский. Правильные вещи рассказали. Хотя и не вписались в этой области. А вот Ольга Михайловна, я говорю, я сейчас прочёл и понял, что… Но надо её ещё глубже изучить. Она показывает, как в греческой литературе образ превращается в понятие. Это вам не хухры-мухры. Вот как понятие образуется из литературного материала, из образа? Никто, в общем, серьёзно так, как она, в те времена не занимался. Да, в лингвистике и во многих других науках. Поэтому не случайно, значит, ракетную технику, ракеты, ядерное оружие СССР разобрели и сделали самостоятельно. И вышли в космос и остались с ядерным оружием. А потому что это была большая планомерная научная работа, организованная Академией наук, которую эти мерзавцы теперь разобрали, разорвали. И бедный Жарис Иванович Алфёров в тот умер. Я его хоронил. И остался весь такой неудовлетворённый, разорённый, что он за 25 лет не достучался до мерзавцев с простой мыслью, что занимаетесь промышленностью, занимаетесь производством. Будете заниматься производством – производство создаст потребность науки, создаст нам запросы. И мы эти запросы бы умолитворять и зарабатывать бабки. Простая мысль и правильно. Весь мир так делают, и США так делают. Они дают заявки производству – производство делают. Но фирмы понимают, что они это сделают, если будут рядом с передовой наукой, с большими учёными, вроде Алфёрова. Кстати, у него много в Америке, товарищи американцев. А у нас этого понимания нет. Поэтому в конце последней, по моему, книге так и называется – «Безголовое правительство». И правильнее не скажешь – «Безголовое». Ну и надо сказать, что после смерти, конечно, Сталина не марксизм, а идеология марксизма, преподавание марксизма, они вошли в глубокий кризис. И действительно, каких-то крупных учёных как-то задвинули, молодых как-то вроде перестало воспроизводиться, молодёжь стала смотреть на Запад, значит, нашли там этих интересных мыслителей, пропагандировать у нас с автора. Ну, что там у него с автора, интересно? Ну, там пьесы какие-то, ну, можно почитать или посмотреть театр. А каких-то глубоких мыслей у с автора не было, нет и не будет. Или там камью. Главный вопрос – это вопрос о самоубийстве. Ну, если у тебя вопрос, давай решай его. Там где-нибудь закутки, только нам не морочь голову и всё. Нет тут никакого вопроса о самоубийстве. Хочешь самоубийстве, ну, он отошёл, пустил себе пулё в лоб и будь здоров. Хотя, это не по-христиански. По-христиански – это большой грех. А мы всё-таки живём в христианской культуре. Кстати, некоторые офицеры советские в 92-м, 3-м, 4-м приходили к Смольному. Один себя взорвал, другой пустил пулё в лоб. Ну, если тебя не жалко, ну, сначала пусти пулю в Собчака, а потом уже себе. А чё ж ты так дёшево себе продаёшь? Или дёшево – с собой кончай. Взял и засадил, забросил жену, детей. Мы теперь с ними возись, плати их, воспитывай. Так что, вот типа, вот этого камю. И героя там в поисках смысла жизни. Ему тридцать или сорок лет, он всё ищет смысла жизни. Поиздевался этот Жорецкий. Один нашёл смысл жизни, другой не нашёл смысл жизни, тридцать – не искал смысл жизни, надо с ним побеседовать. Говорит Звоницкий, шутит Звоницкий. Поэтому ничему там не научишься. Ну и надо сказать, что вместе с этим кризисом всё-таки наметился и выход из кризиса. С чем он связан? Он связан с тем, что разрешился кризис в Советском Союзе. Чем он разрешился? Он разрешился контрреволюцией. Чем он должен был разрешиться? Теперь, ну, давно уже нам стало ясно, но тогда было не ясно, что идёт и развивается контрреволюция. Вот я только в книге вот этой летней статьи о сознании понял и узнал, наконец, и написал, как эта контрреволюция в сознании развивалась. Развивалась она из самого ЦК. Гражданин Кусинин был член ЦК, КПСЗ, занимавшийся идеологическими всякими работами. В том же ли это. На подхвате у него был Бурлатский такой, известный, значит, философ, такой публицист, придворный. Оказывается, это он изобрёл, значит, что государственная диктатура подрядов закончилась, теперь настаёт общенародный государь. Поэтому всё, товарищи, сливайте воду, отдыхайте. Скоро коммунитов. Это разложение. И с этой мыслью начинает работать аппарат. Тут проблемы растут, тут преступность растёт, тут подпольный теневой бизнес растёт. А у них всё хорошо, скоро коммунитов будет. Значит, и вот в такой тонкой идеологической сфере, как кино, это всё очень хорошо видно. Была масса хороших фильмов о теневой экономике, о бандитах разного рода, о подпольном бизнесе. Как они действовали, какие у них связи, какие у них связи с начальством были. Вот, пожалуйста, в обобщенном виде тебе подносят поднос. Поднос подносит. И отсюда слово «подносит». Что ставит поднос? Наверное, всё-таки нет, от слова «несут». Да. Поднос тебе ставят жизнь твою. А они – ноль внимания. Там что-то делалось, конечно. Но серьёзной борьбы с этим не велось. Поэтому в девяностом году в СССР было миллион миллионеров. Об этом я, по-моему, докладывал. Ну и, конечно, им уже не жилось в Советском Союзе. Им нужна была другая страна, желательно на Западе. Вот поэтому они спокойно, значит, двигали нашу страну на Запад, и сами двигались туда, и деньги переводили туда, и готовились, потеряли ручки, что уж скоро будем на Западе. Если не целиком СССР, то по частям. Россия сама, Украина. И мы видим, что с Украиной происходит. Её разорвали с западники на западников и на восток. И России грозят эти. В какой-то мере нас уже разорвали. То есть, мы живём уже в этом разорванном мире. У нас начальство живёт, а оно не в России живёт. На Западе. И мыслит оно по-западному, и работает оно в интересах Запада. И деньги у них на Западе, и дети у них на Западе. Как-то вот деньги только они зарабатывают. Недавно, вчера или позавчера докладывают нам, что из десяти английских самых богатых людей, трое оказывается из России. Трое – почти тридцать процентов. Гражданин Усманов – лучший друг Владимира Николаевича. Гражданин Абрамович – известный нам симпотека. И Авин – новый такой лидер. Глава банка Альфа-банк. Значит, это значит, что они имеют капиталы там, а мы здесь с вами на них работаем, и пересылаем эти капиталы туда. Вернее, аппарат банковский пересылает все обобранные с нас деньги товарищам в Англии, а они над нами, хи-хи-хи, вот эти, работают. Потому что они ничего не понимают, они бездельники. И нам внушают это, что Сталин – мерзавец, Ленин – вот нехороший. Русский народ, значит, бездельники, ленивые, не хотят ничего делать. Ну и так далее, в этом духе. Ну что, ну продолжайте, как говорится. Раз вы не хотите бороться за свою зарплату, то вам никто не поможет больше. И Путин не поможет. Путин свою задачу выполнил. Вот он, значит, трудовой кодекс поддерживает, на съезде ФНПР говорит этому главе, как его, Шмакову. Ваша прямая задача, значит, заботиться о зарплате трудящихся. Но мы знаем, что Шмаков палец о палец не ударит о зарплате трудящихся в пользу трудящихся. Он на зарплате трудящихся в пользу буржуев работает. Вот буржуи ему интересны. Буржуи им он помогает, а рабочим не будет он помогать, потому что он сам буржуев. Поэтому или рабочие, трудящиеся вместе с рабочим классом создают свои профсоюзы, или их будут дальше стричь. Как и говорил Александр Сергеевич Пушкин о народе, их следует только резать или стричь. Ну, нас истригут. Значит, с разрешением этого кризиса все-таки выделяется пролетарское направление и в партии, и в рабочем движении, и в идеологической сфере. И марксизм, он как был в себе истинным учением, истинным в рабочем, так он остался. И скажем, если вы посмотрите на нашу деятельность в 80-х годах, то мы все время боролись с Горбачевщиной, все время боролись с яйцинистами, все время боролись с путинистами и показывали, к чему идутся их шаги. Кстати, и о перевороте контроляционном мы предупреждали заранее. Вот статья Виктора Долгова и Михаила Попова, известного, в журнале «Молодая гвардия», 1991 год, пятый номер. Пятый номер – это вот весна 1991 года. Они пишут, у противников нашего социалистического государства появилась возможность совершить контрреволюционный переворот. Прямо вам говорится, накануне, за несколько месяцев, что у них появилась возможность совершить контрреволюционный переворот. Я в 1990 году написал заметку «Отечество в опасности, видя возрождение между буржуазных тенденциями, в том числе и в государстве и в фарте». И много было написано нами литературы в это время. И всё это время мы сопровождали анализом, разъяснением, призывами, объясняли вред воючеризации. Я своему родителю, окружающим батю, сотрудникам их фабрики, что товарищи, это обман, вам дают бумажки. Значит, ваучер – это пустая бумага, ничем не подкреплённая, ничем не гарантированная. Их обменяют на акции. Акции – это будут вроде бы бумажки, прикреплённые к вашей фабрике. Но это иллюзия, их обесценят, от них ничего не останется, вы их сами отдадите, пригодите. И сейчас они начинают ничего не говорить. Ну, папу я сначала занимал, я говорю, батя, расставляйся, дорогой, где дивиденды? Дивидендов нет, вот теперь отец умеет, в его бумагах я нашёл 17 акций его и 17 акций материнских. Фабрика эта давно уже из акционерного общества превратилась в ООО – общество с ограниченной ответственностью. Уставной капитал – 10 тысяч. 10 тысяч я бы у них купил, а мне просто не продадут. 10 тысяч запросто я куплю сейчас, только мне не продадут. Им нужно эксплуатировать тех, кто там 400 человек остались работать. То есть, эта трагедия, и она прежде произошла в сознании, и прежде в общественном сознании, и прежде в сознании руководства. Поэтому мы должны быть умнее руководства. Но народ, он и по существу умнее. Почему? Потому что самые умные люди – они с народом, с нами. Другое дело, что власти, мощи у нас пока недостаточно, пока народ не организован. Как только он организуется, не будет силы, которая бы с ним справиться или его ограничить. Не будет. Так же, как Гегель говорит о методе в предисловии и логике. Абсолютный метод, абсолютный дух – это такая сила, которой ничто не может сопротивляться. Все подчинено вот этому движению. И народ, особенно русский народ, он вообще от природы вот так вот мудр, сам по себе каль. И правильно как-то высказался Бакунин. Русский мужик Тёмин, но он не дурак. Он с понятием. То есть, там не широкий круг понятий. Но в главных вещах у него есть вот это понятие, и он ему следует. И основная масса людей, она следует. И основная масса, она всё-таки так вроде не видно, чтобы она действовала, но на ус она себе наматывает. И когда дойдёт до дела, эта намотанность, она проявится. Ну и наше дело помочь этому наматыванию. Ну и надо сказать, что вот в содействии выхода из этого кризиса особенно содействовали такие две группы учёных. Это московская, в том числе такие выдающие земли, как Ричард Иванович Хасалапов. Может кто-то знает, слышали? Ричард Иванович Хасалапов. Вот издатели сейчас издают новое соображение Сталина. Вот он является инициатором, и организатором, и редактором этого дела. Хотя ему уже лет 87, наверное. Сергеев Алексей Алексеевич. Сергей Алексей Алексеевич впервые нам тогда, в 88 году, разъяснил, что такое совет. Вроде нам было известно, что такое совет. Совет – форма диктатуры пролетариата. Но, Алексей Алексеевич говорит, оно, конечно, да, но почему они, форма диктатуры пролетариата, потому что они формируются на предприятиях, там, где работают рабочие. А когда перевели, это формировались предприятия на территории. Советы назывались советами, а на самом деле это уже был парламент. Впоследствии модернизировался, потому что, в основном, они ещё оставались советами. Была хитрость, которую не успели исправить обратно, вероятно. Да, то есть, вот видите, грамотные люди, значит, вроде бы мы были, но вот эти, казалось бы, простые вещи тогда не понимали, и он разъяснил. Ну и, конечно, он был глава вон из Москвы, приезжал сюда, читал нам лекции. Не нам, а там клуб «За и против», я и Ерёмин вели в Обществе научного коммунизма. И он раз за два или три выступал в Москву. Да, и Ерёмин был такой, Альберт Михайлович, тоже доктор экономических наук, профессор. Он тоже приезжал из Москвы и тоже выступал у нас. И в Москве они вели большую подготовительную работу и разъяснительную работу. Ну и, в общем, в Москве тоже было довольно много толков. Ну и Ленинградская группа, это вот Михаил Васильевич Попов, Василий Яковлевич Ельмеев, известный профессор, доктор экономических и доктор философских наук. Долгов Виктор Георгиевич, профессор. Вот Агиров Джамал Залегинович, профессор. Борис Владимирович Фетисов, это был лектор обкома КПСС. Критиковал обком КПСС за то, что они не переходят на позиции диктатуры правительства. Разругался с ними, ушёл. И потом долгое время мы с ним работали в редакции «Народной правды». Снежков был такой Александр Васильевич, доцент из высшей партии. Тоже такой последовательный флексист. Ну, я тоже был в этой группе. Ну, это не была, я имею в виду, какая-то организованная группа. А, ну общественно-учим, коммунизм он признавался такой. И из других регионов. Александр Владимирович Золотов уже тогда был, хотя и молодой, но активный человек. Интересный был парень, доцент Стрибков из Куйбышева, нынешний сама. Водомиров, кандидат исторических наук из Вологды. Кубанов Сергей Сергеевич, тогда он был доцент, а сейчас редактор журнала «Экономика». Доктор экономических наук, профессор. Вот всё там ратует Сузгалина за какую-то правильную рыночную экономику. Ну, я думаю, что это он что-то закрутился и перешёл на другие позиции. Ну и развивать Максим. Я говорю, со деньги или по поручению Максим не разовёшь. Как его разовьёшь? Разовьёшь его, применяя к анализу той действительности, в которой ты живёшь и борешься. Ну и в этом смысле развивали, конечно, маркзизм вот эти товарищи, которых я уже назвал, в том числе Ельмеев. Ну, Ельмеев уже умер, но он перед смертью четыре уже года, пять назад обулекал серьёзный такой экономический труд. Золотов, Мазур Олег Анатольевич живёт в Невиномыске. Ну и Аз Грешний какой-то видит. Так что марксизм не умер, марксизм развивается, он развивается в практике, он развивается в деле, он развивается в месте развития рабочего движения, в месте с развитием коммунистической партии. О которой в точном смысле можно говорить, что она развивается, но ещё более точно, всё-таки говорить о её становлении. Становлении как бы, ну, заново. Почему? Потому что они и правильно сказать, что она есть и в этом смысле развивается. Но они и правильно сказать, что ещё нету. Почему? Потому что она ещё не ведёт за собой класс. Сейчас усвою. Что? Мало того, что партии обзавелись, значит, оргтехникой, зданием, комнатой, комнатухой, значит, чем, там, знамёнами, символами, песнями, гимнами, секретаршами, журналами даже. Единственное ничего не хватает. Это рабочего, я сказал, оргтехника. Ну, оргтехника это более мелкая. Мелкая. Ну, значит, гибернетика, антитехнологии. Вот. Вот. А партиями они не ставят. И большинство из них, это я уже давно сказал и перестал ставиться, и большинство из них партиями не будут никогда. Потому что они не партии уже по понятию. Партия – это что такое? Иван Галетков, классный. Это правильная характеристика, но это не определение партии. Так. Партия – это такая часть класса, которая борется за государственную власть. Коммунистическая партия – это такая партия, которая является партией авангардного типа. Скажем, буржуазные партии, они, как правило, партиями являются парламентского типа. Живут от парламента до парламента. Я скажу, КПРФ – это сугубо парламентская партия. Вот я сейчас больше проживаю в Вышней Волочке, в Тверской губернии. Ну и общаюсь с КПРФ. Придешь туда в приемные дни – дверь закрыта. Жду. Проходит час, появляется секрет. Я говорю, ну вот, граждане к вам пришли на прием. И что? Ну я-то упорный человек, я-то дождался, час просидел. Не делал ничего я – пенсионер. А кто-то вот соберется, выберет час или два – придет, а вас нет. Теперь, ничего они не делают от выборов до выборов. Ну, проведут демонстрацию митин 1 мая, демонстрацию митин 7 ноября. И выборы будут 8 сентября. Вот они в августе начнут шевелиться, начнут избирать власть. И 1 мая тут один еще. Мы здесь власть. Ну я обычно не вмешиваюсь, но в этот раз по этому пункту не выдержал. Я говорю, никакая вы не власть. Вы здесь толпа. Вот, вы сейчас разойдетесь и все. И от вашей власти ничего не будет. И сделать вы ничего не можете, потому что никакая вы не власть. Власть вот она сидит, и вам поднос на столбе повесила динамик, и оттуда, значит, этот джаз идет, мешает вашему митингу. И вы не можете залезть и перерезать провода. Какая вы власть? Ну и так далее. Поэтому основная власть, основная партия, основная борьба еще впереди. То есть, кто готов – готовьтесь. Кто не готов – лучше стойте в стране, а то, бывает, что пойдет в нос. Какие есть вопросы, если то я готов ответить. Скажите, развитие банксизма в социалистических стран современных, как вы оцениваете? Я оцениваю так, что там примерно такая же ситуация, как и у нас. В 1917 году мы отмечали столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Мы с Михаилом Васильевичем на конференции Компартии в России, у нас в Петербурге, сделали доклад. И видим, что появилась, значит, такая пролетарская тенденция в левых коммунистическом движении. Что значит пролетарская тенденция? Это значит, что они признают позитивную роль Сталина в социалистическом строительстве и признают диктатуру Патриата как главный принцип. То есть, те отрицают еврокоммунизм, он отрицал диктатуру Патриата и провалился с этим. А эти новые признают. Причём, меня порадовало, что в основном это левые люди, молодые люди, молодые. Причём, среди них есть девушки. И одна вот из Германии приезжала. Такая 28 лет, симпатичная, толковая, вопросы такие задаёт замечательные и говорит замечательно. Думаю, ну и из Германии. Но, думаю, если в Германии такие есть дамы, так, наверное, есть и мужики такие, что дело там будет. Так что зародышевое вот это движение становления, оно, видимо, есть там. Но у них ни у кого нет опыта Советов. Опыт Советов и теория Советов есть только в СССР, как в бывшем СССР. И вот зимой-то поэтому мы с Михаилом Васильевичем что-то собрались и решили, что кроме нас о Советах не напишет никто. Ни за рубежом в Европе, ни в России. Поэтому решили форсировать. И вот издали вот эту книжку «Советы как формы государственной власти», которую, наверное, вам всем вручили здесь. Никому не вручили? Ну, одну я вручил. Одну я вручил. Мне это собрание вручали в партии. И я вам одну дал. В прошлый раз какие я вам дал? «Актуальный марксизм». Это конференция. А, и все, одну только. Он на сайте есть. На сайте? На сайте почитать можно. На сайте есть, да. А можно почитать? А хочется бумажное. Ну, одну придется подарить на группу. Так, староста, то у вас так и не образовался? Хочешь, назначили. Я не назначал. Подумал, что может быть. Я предлагала «Актуальный марксизм» всем желающим. Да? Но они что? Сказали, что пока читают по курсу Красного университета, готовятся к экзамену. Я прочитал. Ну, ладно. Попробую вам по экземпляру у нас на экзамен принести. Значит, у нас в следующую среду экзамен. Экзамен по содержанию вы знаете, по вопросу на каждый раздел, да? Вы готовитесь и устно, без бумаги, значит, ведете речь об этом вопросе. Не надо растекаться мыслью по древу, но и излишний лаконизм. Вот особенно, кто пишет эти заочники, они часто бывают излишне лаконичность. С одной стороны, вроде нам удобно, мы быстрее это все прочитаем. Потому что, скажем, первые годы, как напишет один, 60 страниц ответ. Сейчас ограничение на 500 слов. Да. Мы убеждались сначала словом, что поменьше, поменьше, поменьше. Но все равно, скажем, по 5-10 страниц, это уже сидишь. Больше уже ничем не занимаешься. Поэтому вот порекомендовать поменьше. Да, раз твой человеку пишется, то пусть пишет. Вот. Так что, без излишней краткости и не растекаться мыслью по древу, а по существу, спокойно, по сути вопроса. Напирая на определение. Определение понятия. И небольшой комментарий. Комментарий – понятие, определение понятия – это почти механическое дело. Вы запомнили, вроде бы, и ладно. Наизусть, механически. А нужен еще комментарий, чтобы видна была ваша самостоятельная работа, суективное осмысление этого определения. возможности его применения, ну и так далее. Но я думаю, что тех, кто ходил на занятиях, почитывал, интересовался, у того проблем не будет на экзамене. Да и вообще у нас как-то проблем не было на экзамене. Даже тройку мы ставим в каких-то почти исключительных случаях. Редко бывает, чтобы кто-нибудь получил тройку. Я думаю, иначе сразу не будет. Имея в виду, что вы еще неделю подготовитесь, почитаете, послушаете наши лекции. Товарищи проявили хорошую инициативу записывать эти лекции, расшифровывать и делать тексты. И, видимо, потом сделают сборник текстов из этих лекций. Я думаю, они тоже вам будут полезны потом. Какие еще вопросы? Там часть вопросов, может, не память от чего он так по списку прошелся. Мне показалось, что на лекциях мы некоторые вопросы не разбирали. Это и не обязательно. Творческую самодеятельность проявлять на экзамене? Значит, творческую самодеятельность, скажем, и по физике, и по химии. Там в экзаменах есть некоторые вопросы, которые на лекциях или в семинарах не изучали. Но их можно прочитать в учебнике, вы прочитали, и как умные люди уже, А что, злой или готовый ответить? Еще вопросы включают в себя последующие или предыдущие. По крайней мере, по тексту получается. Ну и что, и что? Нет, я просто спрашиваю, это не какая-то хитрость, а не подразумевается ли что-то особое? Ничего тут не подразумевается. А что вы имеете в виду конкретно? Есть у вас? Начал отличать на сервер, ответил на все. Три раза там идет, особенно в третьей части, практически три раза один и тот же вопрос. Совет и проблема отмирания государства. Советская власть и коммунистационная форма диктатуры патриата. И основа коммунистического общественного самоуправления. Ну, нормально, да? Вот это вот вопросы, которые... Они, конечно, связаны, да? Потому что все связано с диктатурой патриата. Теперь диктатура патриата, она связана с Советами. Поэтому в какой бы связи... Да, нам получается так, что там они, по большому счету, примерно с одного и того же начинаются, одно и то же в середине содержат, и одним и тем же заканчиваются. Небольшие оттенки есть, но в целом это... Но все равно это разные темы по существу. Одно дело диктатура патриата, и другое дело коммунистическое общественное самоуправление. Здесь-то, как говорится, идет именно об устройстве диктатуры патриата. Не только. Почему? Не только. Советы и проблемы... Это вы скажете вначале про определение устройства, потом по функции, потом по функционированию, по проблемам, которые были в истории в связи с этим. По борьбе, которая шла вокруг диктатуры патриата, вокруг Советов. Теперь кончили советы, как неудачно. Почему они кончили, как неудачно? То есть, это вопросы не творческие, серьезные. Каждая из них – это серьезная проблема. Хотя общее там, конечно, все совсем связано. Поэтому Гераклин говорит, если мир сгорит, мудрец по запаху поймет, что здесь было. По дыму. Почему? Потому что все со всем связано. Анатолий Вастальман, известный рынок, он несколько лет назад начал организацию в интернете содружества психологов, экономистов, организовывать программистов, алгоритмистов по созданию единой системы оптимального планирования производства на этой планете. Как Вы считаете, часть хотя бы его разработок могут включить свою экономику, управление своей экономикой в Китайской народной республике, в КНДР хотя бы, ну и так далее. В КНДР – это маленькая страна, а у них-то по всему миру. Ну, Анатолий Вастальман и к нему, наверное, присоединятся достаточно толковые люди. Они, значит… Ну, по его вычислениям, уже со следующего года вычислительных мощностей на Земле достаточно будет для планирования в реальном масштабе времени… Нет, сама эта идея планирования в масштабе реального времени, в масштабах страны, она уже делается. И, скажем, Америка, она уже планирует в масштабах мира. И запланировала, что в России живет очень много народу. Вот, поэтому нужно, во-первых, развивать ЛГБТ-сообщество, чтобы не плодились, во-вторых, контрацепцию, безопасный секс, чтобы не разводились, ну и так далее. То есть планируют центры развития мировой экономики. Я уж не говорю про Римский клуб. То есть можно ли эту группу назвать как бы развитием марксизма, да? Нет, никакого тут развития марксизма нету. Почему? Потому что когда дойдет до дела, особенно в нашей стране, то главная задача тут будет, что будет лежать в основе этого планирования. Так же, как, скажем, при Ленине была положена электрификация страны. Это была вторая программа партии. Этот план и его реализация. Вторая программа партии. То есть это что-то очень серьезное, фундаментальное. Вот какая идея заложится в эту, она будет реализовываться, но какая конкретная программа будет заложена, я вот пока не знаю. Нет, просто еще раз повторю. Интересует отношение руководства в Компартии социалистических стран, которые сейчас есть, к оптимизации планирования в реальном масштабе. Да это очень обдаленная задача. Еще задача, чтобы партия была, еще партий нету. Как, наверное, в Китае нету компартий? Так это в Китае. Я же говорю про социалистические страны, еще раз. Про Компартию Европы не воспитывает. Мне компартия глупая, как дала. Теперь социалистическая партия Китая, я думаю, у нее такая работа ведется в общих каких-то контурах. Там тоже не настолько глупые люди, чтобы планировать свое развитие вне контекста. Какие-то контекстные работы на эту тему у них, конечно, есть. Хотя я не знаю их точно. Ну, в общем-то, интересно было бы узнать. Но они про Романа не слышали пока, наверное. Да нет, наверняка. И о многих наших худающих. Так, прошу вас. В общем, я этого Романа в интернетах насмотрелся. У него основная мысль, что если на компьютере посчитать, сколько надо пошить трусов и галош прокатать, то через это почему-то наступает коммунизм. И в этом самом главном он ошибается. Коммунизм начинается через планирование в смысле цели полагания. А не через насыщение товарами народа населения. А планировать нужно хоть на счетах, хоть на чем. Главное, чтобы была цель. Что планировать. Что и для чего. Главное в планировании – это цели полагания. Начинается все с цели полагания, конечно. Причем, что касается трусов, то это очень хороший пример преимуществ социалистической экономики. Вот я летом беседовал. Извините, девушки. Тема немножко такая досмысленная. Зашел в магазин трикотажа Ивановского. Девушка, а трусы у вас есть? Да, вот есть. А исцатина у вас есть? Нету. А бывают? Нету. Я ей задаю вопрос, а сам знаю, что нету нынче трусов и сатина. Почему? Потому что я в начале этой рыночной экономики увидел, что сатиновые трусы пропали. Искал я. Год или два не нашел. То мне объяснили, что их теперь не упускают. Почему? Потому что сатинь, и сейчас я у нее спросил, это очень дорогой материал. То есть раньше у нас, у всех, вы-то не знаете. А, вот Степан, Степан знает. Были такие сатиновые трусы семейные, они назывались. Да, до колена. Значит, темно-синего цвета, как правило. Вот. И у них был специальный крой. Специально приспособленный для мужского тела. И тогда я решил, вот в начале этих рыночных реформ, думаю, интересно, пошью-ка я сам из сатина. Захожу в магазин, значит, где материалы продаются, лежит сатина. Я говорю, девушка, сколько стоит? Я уже сейчас не помню, но она мне закатила такую цену, что этих можно трусов купить штук пять. Я понял, так еще шить же их надо. И за шитье возьмут примерно столько же, сколько стоит материал. То есть это, оказывается, такие были дорогие трусы, что сейчас они не по карману вам, а мы их спокойно носили. Только их оденешь после бани и чувствуешь себя человеком. Они такие нежные, уютные. Это во-первых. Во-вторых, вы помните, наверное, фуфайки были. Помните фуфайки? Я выпускаю. Я не видел. Ну, это на Коковской баре. Не выпускаю. Из сатина фуфайки, помните? А, из сатина. Из сатин, ведь он тоже дорогой теперь. Поэтому из сатинного куртка была бы очень дорогая. Во-вторых, там же была натуральная вата. Он же тоже нынче дорогущий. То есть эта фуфайка нынче просто не по карману нам. А мы ходили запросто в этих фуфайках. Натуральная вата – это хлопок? Хлопок, да. Чистый хлопок. То есть это было дорогое, удовольствие, но мы этого не понимали. Ну, фуфайка. Бросили ее на траву, а то и на землю. И лежим себе где-нибудь. Куртка, что ли? Курта такая фуфайка. В ней зэги ходили. А цвет как? Вальник. В основном темно-синий или черный. Травочая такая штука. В отличие от футовиков, из нее хотя бы перья не лезли. Из нее перья не лезли. Потом. От нее не потеешь. Вот в ней тепло, уютно, но не потеешь. Причем в Сибири валят лес зэки. В фуфайках нормально себя чувствуют. Или, скажем, фильмы посмотрите, там девчата. Валят лес ребята в фуфайках. Нормально себя чувствуют. Она легенькая, подвижная. Ну, блеск. Так она дорогущая теперь. Так, потому что поховики современные. Это отходы производства. Да, да. Перья от этих убиенных курок. А фуфайка – это издалекого материала из хлопка. А хлопок – это не отходы. Да, и мы это все носили. Точно так же, как продукты. Скажем, одно дело – пиво советское. Конечно. Сейчас только вспоминаешь. И другое дело – это пить нельзя. Это не пиво. Оно не соответствует понятию пива. Сейчас не пиво вы пьете, а вы пьете микс искусственный. А мы пили настоящее пиво. 37 копеек. 37 копеек – это любой уважающий себя мужик, если он любитель, после работы каждый день это пил пиво. А в этих самых стояли точки пивные на улицах, там чуть ли не в каждом квартале. 22 копейки кружку пива тебе поставить. Фирменное пиво, живое. Выпьешь, особенно в жаре, эту самую кружечку. Думаешь, выпить еще или нет? Один мужик думал, выпил пол кружки, думает, думает. А кто-то подходит ему, чекушку, значит, вылет. Слушай, старик, на тебе 22 копейки, ты еще купишь, очередь стоит. А мне некогда. И поехал. Продукты. Я уж не говорю про продукты. Сейчас же это государственная проблема – молоко. Молока поддельного, масла почти все, сливочное поддельное. Мамонтово фильм это смотрели, о том, как пальмовым маслом разбавляется сливочное масло. Ну, то есть, страшно теперь все это есть. Мы были богатейшими людьми, не понимали этого. Дефицит. Конечно, дефицит. У каждого есть деньги купить. Значит, проходит мимо. Там это вот. Окорот. Тамбовский. Вы не знаете, что это такое. А, сейчас тоже продают, но это не то. 3,62. Ну, как не купить, не порадовать семью? Ну, конечно, купил там грамм 200. Пришли, съели. Блаженство. Сейчас открылся Елисеевский. Зашёл я. Четыре тысячи рублей килограмм. Мне, профессору, это не по карману. А для кого это сделали? Так что, дорогие товарищи, если хотите жить по-человечески, как мы желаем, то надо бороться с лучшей будущей. Другого пути нету. Иначе будет ещё хуже. Потому что видно, что у насельства тормозов нету. Они не знают, где тормоза. Так и не может быть. Это у Макса чётко показалось. Да, да. Но это чё-то мы про пессимизм. А надо закончить на оптимистической ноте. Парагасе? 24-й. Да, да, да. Значит, в пятницу и субботу прошёл съезд Рабочей партии России. Собрались интересные молодые люди, которых чувствуется жизнь убедила, что надо создавать свою партию. Молодые, красивые, энергичные, в том числе женщины подключились, тоже молодые, красивые, энергичные. Поэтому я думаю, что в обществе идёт какой-то вот такой процесс коммунистического осознания, роста коммунистической сознательности. Я думаю, что это такой благотворный процесс, который поможет вывести нашу страну из кризиса и построить замечательную Россию. Чего я вам всем пожелаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok